Владислав и Андрей после ничьей вы уже проанализировали свою партию, я посмотрел, да, и к каким выводам пришли? Ну да, что можно по поводу партии сказать? Я хотел как-то более-менее амбициозно играть сегодня, завязать полнокровную борьбу. В принципе, не могу сказать, что это удалось, но составил соперника жестко играть на победу, так скажем. Хотя он, в принципе, и не собирался отступать с самого начала тоже. В какой-то момент Андрей был близок к этой победе. Ну да, и по времени Андрей сильно давил, и по позиции, но в ладя до 8, поторопился Андрей. В принципе, у белых огромный позиционный перевес за счет того, что у меня король слабый, пешка на Е6 слабая, и координации у фигур нет практически никакой. То есть как-то, ну, ферзь на 8, слон на H5, я думаю, что даже после простого хода А3, слон на H5, там, ферзь на C5, большой перевес за счет. Ну, Андрей? По-разному там можно. Ну, я просто ферзь на B6, ну, ну... Да, ферзь на B6. Я просто считал, что у меня абсолютно выигран, а потом посмотрю ферзь на B6, понял, что... Ну, правда, в любом случае, D5 как-то странно, а на Е3 что? Слон на H5. Водей Е5, ферзь на C3 сдался. На связке, водей теряется. Ну, я понимаю, а зачем это вообще? Считаешь, что король H6? Не, ну, я вхожу в следующий ход на G4, Е6, там, и у тебя просто мат ставлю. Ну, ясно. Ну, ферзь B6, да, напрашивается. Андрей, вы до этого героически играли с Тасалом Ковалевым, да, там, 6 часов, вот, а потом еще блиц-матч с Алексеем Сараной. Матч сложился не так, как хотелось бы. Ну, там, ладно, я боролся, в принципе. Там просто уже сказалось, что устал, видимо. В какой-то момент просто взевать начал мат в один ход, там... Не, ну, это было видно, что вот усталость все-таки сыграла свою роль. Вы смотрели матч? Я концовочку смотрел, и в начале две партии, и в концовке пара партий, по минуте, когда они играли. Да, там лучше было не смотреть. Там видно было, что, да, просто латью в один ход, всякое, но это было понятно, что с любым произошло. В выходной день вы оба давали сеансы, да, Владислав в Нефтьюганске, а Андрей здесь, в Пойковском. Андрей, какие у вас впечатления? Ну, пришел, дал сеанс, попили чаю потом. Вот, ну что, мы просто сыграли, отдохнул потом еще после этого. Ну, как бы, в обычной практике. Владислав, а у вас? У меня впечатления исключительно положительные. Вот я сеанс давал в обычной общеобразовательной школе номер 8, Нефтьюганске. Ну, сразу, как бы, хорошее отношение было. Директор школы женщина вышла, меня встретила. Ну, меня и одного депутата, фамилию... По-моему, Андреев фамилия. Вот. Ну, проводили нас там дети. Ну, небольшую конкурсную программу устроили, там танцы были. То есть, шахматной тематикой. Вот, вопросы мне задавали, микрофон дали. Ну, то есть, заинтересованность чувствовалась. Потом сеанс на девяти досках прошел. Сеанс достаточно легким был, но видно было, что детям приятно было, что, ну, к ним неплохой шахматист пришел. 9-0? Пообщались. Ну, да, счет, как бы, предсказуем был, потому что уровень средненький был, но не мне понравилось. А потом дальше мы в Империю поехали, в знаменитую. Да, где вы исполнили пару хитов в караоке. Да, в том числе и в бильярд поиграли. Очень люблю русский бильярд. Если есть возможность, всегда играю. Да, помимо бильярда вы еще побросали мяч в кольцо, еще посоревновались с Антоном Коробовым в армрестлинге. Ну, да, и с Сан Санычем Ивановым. Ну, в Ивановом мы тоже, ну, там, в баскетбол немножко поиграли. Подобие баскетбола. То есть, в целом... В общем, все, все прошло на приятной ноте. И хорошо я провел выходной, хотя партия тяжелая сегодня была. Выходной ты хорошо провел, партия так сильно. Спасибо и удачи в двух последних турах, решающих. Благодарю. Всего доброго.